Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители! Сегодня я вас приглашаю на недельные уроки Торы. На этой неделе, я надеюсь, дать два урока. Один урок будет больше посвящен именно недельной главе. И второй урок с Божьей помощью будет больше посвящен приготовлениям Коша Шана. И давайте начнем. Наша недельная глава называется Кисаво. Когда еврейский народ придет в землю Израиля, есть митсва, есть специальная митсва, когда еврейские фермеры должны принести свои первенцы, то есть первые фрукты, первые плоды в храм. Эта митсва касается именно семейственных плодов Израиля. Пшеница, ячмень, список семейственных плодов Израиля, которые фермеры приносили в храм. Интересно, что приводится, нету основной какой-то меры, сколько надо принести. Обычно, когда, например, мы платим какие-то пошлины, таксы в какой-то стране, обычно нам говорят, сколько надо платить. Здесь митсва не имеет границ. Когда мы говорим не имеет границ, нету границы, самое маленькое считается уже митсва. И не имеет границ, можно давать сколько человек хочет. Мы это каждое утро, когда мы говорим «Бирха Сатурра», в Сидуре приводится, мы говорим о тревоге, где приводится список заповедей, которых нету границ. И одна из них – это бикурим. То есть человек может принести гроздь винограда, даже одну виноградинку, с другой стороны, человек может привести вагон винограда. То есть нету границ. И интересно, что когда мы служим Богу, ведь это митсва, одна из митсв, которой мы служим Богу, мы приводим, приносим Богу, времена храма это происходило, наш, если можно сказать, подарок, наш дар. И это же шанс, когда мы все пытаемся, стараемся сделать побольше митсвот, побольше хороших дел. В Рошашана мы, одно из вещей, что мы будем кушать, мы будем кушать гранат. Тоже, кстати, один из семи видов, которым славится Сырная Израиля. Мы скажем, что будет воля Бога, чтобы наши заслуги были как семечки граната, что у нас мы хотим побольше, побольше. И тут нам говорят, что даже немножко уже считается. Я слушаю прекрасную историю, которая случилась в Израиле. История случилась с хозяином, владельцем ювелирного магазина. Один раз утром пришла девочка. Приходит девочка в магазин. Девочке 8 лет, примерно 8-9 лет, маленькая девочка. И она говорит, хозяин магазина, скажи, пожалуйста, вот это украшение, которое на витрине висит, это настоящее украшение? Да, ювелирный магазин, да, это настоящее украшение. Она говорит, я хотел бы его купить. Сколько оно стоит? Он говорит, ну да. Он говорит, у тебя что, есть деньги? Она говорит, конечно, есть деньги. И она застает из карманчика кошелечек свой. И там монета в один шекель, пять шекелей, пол шекеля. Свою копилку открыла. Он говорит, слушай, что происходит? Какой ювелирный магазин? Что ты хочешь? Скажи мне. Маленькая девочка, знаете, он не хотел на нее накричать. И девочка сказала, что, я тебе скажу, у меня полгода назад умерла мама. И кто за мной следит? Моя сестренка. У меня есть старшая сестра, ей около 18 лет, 18 с лишним лет. И вот, то есть, сегодня у нее как раздень рождения. Сегодня исполняется, будем точнее, ей сегодня исполняется 18 лет. И я бы очень хотел ее отблагодарить. Она действительно за мной следит. Она как моя мама теперь. И я решил купить ей подарок. И вот мне понравилось это украшение. Я хотел бы это купить своей сестренке. Хозяин, владелец магазина, когда он это рассказывал, он говорит, что когда он услышал эту историю, когда увидел эту маленькую девочку с ее историей, и у него прямо в глазах слезы появились. И он сказал, да, хорошо, но как раз очень хорошо, достаточно замечательно. Он взял все эти монетки ее, дал ей это украшение и сказал, до свидания, вот, пожалуйста. Посредине дня, это было первое половине дня, посредине дня, приходит молодая девушка в магазин и говорит ему, извините, пожалуйста, к вам приходила моя сестренка здесь? Он говорит, да, приходила. И она действительно купила это украшение. Да, она купила. Так на что вам заплатила? Да, она мне заплатила. Такая-то девушка говорит, что она вам заплатила. Это же дорогая вещь. Как она вам заплатила? И владелец магазина сказал, понимаешь, ювелирные изделия нет четкой цены. Понимаете, это не бутылки молока. И это не, знаете, что все одинаково стоят. Ювелирные изделия, это обычно тоже, знаете, как на душу. Хозяин магазина решит так, она говорит так, значит так. Когда твоя сестренка ко мне пришла, мое сердце сказало, что она мне дает полную цену. И поверь мне, она заплатила полную цену. То, что она мне дала, это было достаточно, и все хорошо. Такая вот история. Из этой истории, который ее рассказывал, который я услышал эту историю, говорит, что главное, не сколько человек готов заплатить. Вопрос, что он от себя берет, что он дает. И мы видим, вот эта маленькая девочка, когда она действительно искренна. Хоть она, в прямом смысле слова, копейки принесла, но для нее это было что-то очень важное. Хозяин магазина, прям, если так можно сказать, расставил. Это точно та же, как дерево срешено. Иногда человек, нам кажется, ну, знаете, рассказывает столько историй про великих равинов, которые там 17 часов в день учили Тору. Рассказывает историю, когда другой равин, он плакал и молился. И тут приходит товарищ какой-то, знаете, Абрамович, который, знаете, непонятно, где он вообще в школе учился, и потом, где он служил, и так далее. И вот он... Так неправильно. Каждый наш бикурим, точно так же, как в нашей недельной главе бикурим, даже одна гроздь винограда уже в первую руку засчитывается как дар. Точно так же наши митсвы... Не забывайте, с другой стороны, нет границы, сколько можно давать. Понимаете, если богатый фермер, который очень богатый, фермер у него там огромные поля, и он принесет одну гроздь винограда, все вышли не будут, значит, поголовье, я не помню, не погладят. Но мы должны помнить, что наше бикурим, то, что мы стараемся, это засчитывается. Еще интересная вещь, мы бикурим учим, по-моему, каждый год, когда это недельная глава, я это рассказываю, и в этом году надо еще раз это напомнить. Бикурим — это благодарность Всевышнему. Фермер приносит эти плоды, и фермер показывает, что я не чувствую, что вот я своими руками, я все это сделал, вот я, мы пахали, я и трактор, да. Фермер дает себе отчет, он понимает, что Всевышний ему все это дал, он благодарит Всевышнего за землю, он благодарит Всевышнего за все, что ему дано, и веряще, во-первых, это он согласен, что это не он сделал, во-вторых, он благодарит Всевышнего. Это очень важно в преддверии Нового года, перед тем, как мы сделаем список, что мы хотим от Всевышнего на будущий год, и мы бы хотели, конечно, это и это, но в первую очередь надо поблагодарить за все остальное. Надо поблагодарить, слава Богу, мы уже прожили практически почти уже весь год. Конечно, у каждого что-то в жизни происходило не точно так, как он хотел, но мы должны поблагодарить Всевышнего, в первую очередь поблагодарить за то, что нам дали, за то, что нам дали возможности, за то, что нам дали здоровье. И Всевышнего надо поблагодарить и помнить о нем, когда все идет хорошо. Очень часто люди, вспоминая, к сожалению, Всевышнего, даже религиозные люди, верующие, иногда, знаете, суета-сует, нет времени, нет о нем времени думать. Когда что-то не идет, не дай Бог, что мне надо было, что-то не так, как мы хотим, о, за что это мне так, как это так. Я скажу прекрасную историю, это уже не были, это действительно маршал, скорее всего. Один молодой человек, он зашел на крышу многоэтажного дома, когда так получилось, что за ним дверь закрылась, и когда захлопнулась дверь, он не может вернуться, он кричит, а дом очень высокий, его никто не слышит. И он сидит, загорает на крыше этого дома, не знает, что делать. По всему, видать, эта история случилась до того, как придумали телефон, не знаю, не знает, что делать. У него были в кармане деньги, у него был кошелек с собой, он решил, начал кидать купюру, он начал кидать деньги. Думал, что люди, когда увидят, что деньги падают с небес, они все-таки поднимут голову, посмотрят, что там происходит, и его увидят. Но не то-то было. Что происходило? Люди находили деньги на улице, они брали, кладли в карман, и шли дальше. То есть никто не подумал даже поднять голову, посмотреть, что происходит, где происходит. И он не знал, что делать. И тут ему повезло, он нашел на крыше несколько кирпичей. Что он сделал? Он поломал эти кирпичи на маленькие камешки, и он начал камешки кидать с крыши. У-у-у, начали камешки с крыши падать. Тогда люди начали понимать, что происходит, что это ужас, посредине дня, безобразие. Люди начали поднимать голову и показывать ему кулак. Показывать пальцем, чтобы он перестал. А он продолжает кидать камешки. Ему уже там, ну видно, что не слышно, но видно, что люди там качат, показывают пальцем, кулаки показывают. Продолжают кидать. Но не было выхода. Вызвали полицию. А, вызвали полицию, его освободили. Я не знаю, эта история случилась или нет, но в жизни очень часто происходит, что мы, когда нам падают деньги с небес, не напрямую, но иногда везет. Тут повезло, здесь повезло. Тут я хорошо что-то сделал. Тут я удачно что-то купил. Я удачно что-то сделал. Я удачно что-то продал. Я вот, я, я, я. И вдруг у меня что-то не получилось. Что-то все, когда камешки падают, вдруг все поднимают голову, начинают говорить, ой, за что это? Как это? Я вроде даже молился в этот день. Когда деньги падают с небес, мы об этом не думаем. В преддверии Нового года, дай Бог, чтобы у нас этот год хорошо закончился, в первую очередь мы все должны поблагодарить. Конечно, я тоже всем, мы должны поблагодарить Всевышнего за возможность, за возможность, что у нас были возможности ему служить, у нас была возможность сколько всего хорошего делать, сколько всего нам дали хорошего. В первую очередь мы должны, перед тем, как мы хотим, конечно, просить, да, с Богом, мы будем просить тоже, но в первую очередь мы должны поблагодарить Всевышнего за все, что он нам дает. Когда этот фермер приходит. Интересно, он приходит благодарить Всевышнему. И тут он говорит, на самом деле, мы все эти слова произносим раз Бог через полгода в Пейсах, когда мы говорим Агада, наша Агада построена на отрывке из этой недельной главы. И фермер говорит, что спасибо Всевышнему, вот много лет назад мой праотец спустился, Яков спустился в Египет, египтяне нас притесняли, и ты нас вывел оттуда и дал нам эту землю. Вкратце, что он говорит. Интересно, когда он говорит о египтянинах, он говорит, что египтяне нам делали зло, но худо поступали с нами египтяне. Тот переводом, которым я пользуюсь, переводится, что с нами плохо они поступали. В оригинале написано в иору ойсону. Слово ойсону, они с нами плохо поступали. По идее, надо было написать, что они нам делали зло, они нам что-то плохое дела. Тут с нами, они с нами что-то делали. И некоторые комментарии Алших и Рахай Макобеш говорят, что мало того, что они нам мучили и так далее, они с нами, они из нас сделали что-то плохое. Очень интересная вещь, что люди, мы когда жили, грейский народ, грейский народ спустился туда, 70 душ, это были праведные души, это был Яковлев, семья, среда на них влияла. Когда они уходили из Египта, написано, что они были идолоплохлонниками, там были другие проблемы. Более того, написано, что если бы Всевышний не вывел евреев из Египта, они бы не могли даже выйти, настолько бы они погружены были в грязь египетскую. Интересно, что люди, когда мы, где бы мы не жили, хотим мы этого или не хотим, мы всегда впитываем что-то негативное и плохое с окружающей среды. Я ни в коем случае не хочу наговаривать на народы, среди которых мы живем. В моем прошлом уроке меня, по-моему, неправильно поняли. Я никогда, даже если у меня какие-то есть, может быть, личные чувства по отношению к разным народам, я никогда стараюсь их никогда не упоминать. И мы, наоборот, все это приводится, мы должны благодарить даже египтяне, которые нам такое устроили, написано, что мы должны им благодарить, чтобы на худой конец мы у них жили все-таки 210 лет. Понимаете, если мы должны египтян благодарить, конечно, мы должны все народы мира тоже, где нас приютили. Это народы Европы, народы арабские страны. Но не надо, с другой стороны, забывать, что это отдается нас тоже след, отдает след чего-то негативного тоже. То есть люди, которые жили в Советском Союзе, даже люди, которые полностью верили в Бога, конечно, было очень много людей, которые, конечно, верили в Бога, некоторые даже старались соблюдать. Но когда человек живет в атеистической стране, когда человек все время слышит, хоть он в это и не верит, но когда человек все время слышит, когда слово «Бог» писали с маленькой буквы, хочет человек это или не хочет, оно отдает какой-то опечаток на его душе. Интересно, Рабьеруховный Вовец, он был в Можгиях в мире Ешевы, он умер в 1936 году, то есть когда он пишет, воспоминания своей молодости, нет ни в своих детских лет, можно себе представить, что это примерно вторая часть 19 века, так он пишет, что когда он был маленьким в польских селах, если муж с женой, мы говорим, польские села не евреи, то есть поляки, если муж с женой идет по улице, гуляет вместе с женой, на него сельчане кричали, что тебе не стыдно, что ты, извиняюсь за выражение, такими по улице, что тебе дома мало, что вы по улице вместе ходите, то есть у неевреев, в их глазах, просто муж с женой идет по улице, это считалось неприлично, и он пишет, что насколько мы изменились, что конечно в наше время люди ходят и так далее, это писал Рабьеруховный Вовец, когда он это писал, еще раз, я ни в коем случае не говорю, что еврейские мужья, которые гуляют по улице со своими женами, со своими семьями, замечательно, они ездят и так далее, пожалуйста, мы просто хотим, я хочу просто обратить внимание, что мир изменился, мир изменился, и к сожалению, он изменился не только в лучшую сторону, некоторые вещи духовные очень упали, поэтому если люди живут, если мы живем в странах, где каждый раз, вот в этой стране легализовали такие браки, такие браки, в некоторых странах надо написать, какой у вас пол, и три выбора, мужской, женский, что-то другое, да, то если мы живем в мире, я не собираюсь быть чем-то другим, конечно, я религиозный человек, я все соблюдаю, я не смотрю, куда мне не надо смотреть, я не слушаю, куда мне не надо, там где не надо слушать, но оно отдает все-таки какой-то печаток, когда я живу в стране, где есть мужчина, женщина и что-то другое, и когда в свидетельстве рождения надо писать, какой пол у мамы, какой пол у папы, да, так хочешь, не хочешь, это отдает, отдает, и человек должен стараться, чтобы на него это не влияло, и наше генеральное главное, то, что мы говорим, что евреи сознают, что когда мы жили в Египте, оно да, опять-таки, мы благодарим египтянин, на египтянинах, какими неплохими не были, и народы мира, те же самые страны, европейские страны, в Америке, и другие страны, здесь очень много всего хорошего, действительно, они помогают, и демократия, и разрешают, свобода религия, замечательно, надо не забывать все негативные вещи, которые в нас входят, и стараться, во-первых, минимально, если человек не должен, если еврей не должен что-то делать, то, что называется нееврейское, то, что чем меньше мы пытаемся с ними быть, даже все кошерное, тем оно лучше, и надо все-таки понимать, что да, сбоку, что когда придет на шеях, которые мы ждем, нам надо быть готовы, что все очень-очень изменится, да, конечно, это хотим, но надо к этому быть готовыми, дальше, после недельной главы, вот этой части, про Биккури, там идут проклятия, благословения, и потом начинается отрывок благословений, и потом много очень-очень много проклятий, но в начале благословений написано, и будет, если ты будешь слушаться голоса Бога, написано, что придут тебе все благословения эти, и сбудутся для тебя, это добавление, интересно, это повторение, сначала написано, что Всевышний даст тебе благословение, потом они сбудутся, если они уже пришли, понимаете, когда, когда ко мне пришло благословение, я его отгонять не буду, я его возьму, положу в карман, да, так оказывается, есть очень интересное объяснение, что очень часто, что мы называем благословением, это еще не всегда для нас будет благословение, сначала оно пришло, возьму простой пример деньги, деньги по-простому, мы себе представляем, что деньги это хорошая вещь, да, деньги это хорошая вещь, а еще лучше, когда их много, да, и по идее мы правы, даже если человек говорит, что вот деньги, сколько минс можно делать, сколько можно сдоки давать, это же замечательно, замечательно, но не всегда деньги это радость, не всегда деньги это счастье, очень интересная статистика, сколько людей, которые выигрывают эти огромные, суммы денег в лотереях, что с ними потом случается. Есть разная статистика, есть разные люди, которые теряют друзей. Не только деньги, кстати. Многие вещи, которые по идее должны были быть очень хорошими, из них получается что-то очень плохое. Иногда наоборот, иногда вещь, которая на первый взгляд кажется очень плохой, негативной, нехорошей. Нельзя, конечно, сердиться на Всевышнего, но мы удивлены, как на Всевышний такое сделал. Потом оказывается, что все замечательно лучше, все хорошо. Очень много историй, когда во время начала Второй войны, когда Польшу разделили на две части, были евреи, которые оказались под советской оккупацией, и их отослали в Сибирь. И, конечно, все плакали, все, кто попали в Сибирь, вы же понимаете, это конец света, но очень часто те люди, которые оказались в Сибирь, они выжили. Те люди, которые остались, они потом попали под немецкую оккупацию, они погибли. Никогда человек не знает, что, может быть, Сибирь – это спасение, а остаться дома – это, наоборот, может быть, наоборот. Поэтому мы получаем здесь броху. Во-первых, нам Всевышний говорит, что в брохе они благословения придут и не сбудутся. Сбудутся именно как броха. Поэтому на Новый год мы, когда макаем яблоко в мед, мы говорим, мы хотим, чтобы год был хорошим и сладким. Если он хороший, наверное, он будет сладкий. Если он сладкий, наверное, он будет хороший. Не всегда. Мы хотим, чтобы он был таким по-настоящему хорошим, по-настоящему, чтобы Всевышний понимает, что хорошее для нас, и чтобы в наших глазах он был еще и сладкий тоже. Не всегда вместе. Мы пытаемся, мы молимся, чтобы год был у нас именно хорошим и сладким. Потом, после этих благословений, значит, это было благословение, когда человек будет хороший. И потом идут длинные-длинные проклятия. Я не буду в них углубляться. Мы должны, как и всегда, недельную главу надо прочитать. Их надо прочитать. Обязательно ознакомиться. Мы специально делаем в еврейском календаре, мы их пытаемся прочитать. Мы пытаемся такой еврейский календарь, что обычно за две недели до нашей жены мы читаем, а мы хотим оставить позади все плохое. И даст Бог начать год с всего хорошего. Но давайте посмотрим последние завершительные несколько страниц этих страшных проклятий. В самом конце. Что написано в самом конце? Это 68-й посуд. Это длинная-длинная глава, 68-й посуд. 28-й главы. Написано, самое последнее, это «Возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, которым Он сказал тебе ты больше не увидишь Его, и будете продаваться там врагам вашим. Вы вернётесь в Египет и вы опять будете рабами». Это самое последнее. Понимаете? Очень плохо, когда мы становимся рабами, но там до этого страшная вещь, там родители кушают своих детей, умирают люди, гибнут люди. Самое-самое страшное, самое последнее проклятие это когда вы вернётесь в Египет. Комментарии объясняют, что самое страшное, когда человек вернётесь в Египет, вы как бы вернётесь в исходное положение. То есть Египет это откуда мы вышли. Мы стали, мы выросли, мы стали народом, и мы возвращаемся в исходное положение, когда человек, хаос-вашелом, человек может прожить, не дай Бог, всю жизнь. К тому, узнать, что полностью жизнь, полностью он угробил в себе жизнь. Есть знаменитое выражение жизнь прожида недаром, да? А тут наоборот. И это самое страшное, когда человек понимает, что сколько там ему лет, 50, 60, 70, 119, да? Когда человеку 119 лет, он понимает, что все эти 119 лет он угробил, в прямом смысле слова, это самое страшное. Вернуться в Египет. Интересно, кстати, что Египет, Египет и Митсраим, Египет на Савитоминске и Митсраим, это те же самые числовые значения, как СССР. СССР и Митсраим это одно число и значение. Интересно, что последнее проклятие, что мы вернемся в Египет, можно сказать, что это конец, все говорят, что у нас сейчас конец голоса, конец нашего изгнания, и возможно, что действительно СССР, как было, мы надеемся, что мы наконец-то выйдем из всех этих изгнаний и выйдем из второго Египта. Но страшно, когда человек чувствует, что он угробил в свою жизнь. Интересно, что если человек возвращается к Торе, понимаете, такая же ситуация может случиться, когда человек, например, молодой человек, которому 80 лет, да, и, слава Богу, он чисто случайно попал в синагогу, он узнал, он со слезами на глазах вспоминает, что ему там папа где-то в детстве рассказывал, я не знаю, что ему сделали сейчас в Дальше обрезание, и он понимает, что ему 80 лет жизни, которые он прожил, 60 лет, неважно, так они, что же случилось? Тут интересно, что если человек возвращается, но возвращается не потому что он боится Бога, он возвращается потому что любит Бога. Это очень интересное правило. Мы сейчас не будем обсуждать, почему это так, но правило такое, что если человек возвращается, он кается, потому что он просто боится, все его грехи стираются. Если он возвращается и кается, потому что он любит Бога, он понимает, что не только потому, что я боюсь, но потому, что я люблю, я понимаю, что я наконец-то вернулся там, где я должен быть. Я вернулся, чувая это возвращение. Мои грехи становятся заповедями. То есть мой минус становится плюсом. Представляете, человек получает кредитную карточку, он получает счет с кредитной карточки, там написано, что вы должны банку 15 тысяч. 15 тысяч, 15 тысяч. Потом говорят, ну-ну-ну, произошла ошибка, банк должен вам 15 тысяч, не вы должны банку 15 тысяч. Там маленькая ошибка произошла, не минус, а плюс. Произошла маленькая ошибка. Представляете, если можно было бы чудесным образом взять кредитную карточку, вот эти бумаги, которые вы получаете с кредитной карточки, и какой-то кнопочкой так сделать, чтобы из минуса стало плюс. Было бы круто, да? Так вот, со всевышним есть какой-то такой подход. Вот, теперь Рожа Шана, это хорошо знать. Если хотите, можете дать мне 10% прибыли. Если человек возвращается к Всевышнему, не только потому, что он боится, его надо бояться тоже, но он возвращается потому, что он осознает, что он действительно должен быть здесь, он действительно должен быть со своим народом, он действительно должен все это соблюдать, ему приятно это делать. Здесь его негатив, все, что он, не дай Бог, нарушал, сам Сайвер говорит, что его свинина, ту свинину, которую он кушал, она превращается в мацу. Каждый кусок свинины, которую он когда-то кушал, если он раскаялся, тебе это как будто он кушал мацу в пейсах. Так это человек, который так вернулся, ему нечего плакать, это человек, который понимает, что все, что он делал, это страшно, поэтому последнее проклятие, интересно, это вернуться в Египет, и комментарии еще говорят, все, конец. Если обычно мы привыкли, что да, будет очень-очень плохо, и потом, конечно, Всевышний, то есть мы ждем, что называется, happy end. Тут нету happy end. Веленский Гаон цитирует это, другие комментарии говорят, смотрите, закончилось проклятие, вернулись в Египет, все, вот слова завета, которые Господь велел Мойше установить с ценами. Так, а где же happy end? Где же радость? Так, Египетский Гаон говорит, нам самим надо закончить эти проклятия. Последний Галут, в котором мы находимся, последнее изгнание, выйти из него должны и сами евреи. Машеях, просто мы ждем, когда Машеях приедет на осле, мы должны что-то делать. Египетский Гаон, кстати, говорит, если посмотрим следующую недельную главу, там написано, что евреи вернутся, они сделают шову. И он говорит, что почему не сразу это написано, потому что это будет очень-очень длинный Галут, это очень будет длинное изгнание, и лишь потом, когда уже все, знаете, отчаиваются, уже, а, все, уже сколько лет прошло, сколько уже можно, вы нам обещаете, обещаете, и потом такие евреи раскаются, они вернутся, и тогда действительно из проклятия станут благословением. То, что мы ждем, но мы должны это сделать. Мы должны из проклятия сделать благословение, мы должны действительно вернуться, и тогда интересно, один человек пришел к Равину, и Равина его спрашивает, скажи, пожалуйста, ну, ты начал подготовление к Рошашанам? Он говорит, да, я уже посмотрел Сидур, проверил Мавзор, Равина ему говорит, Мавзор не изменился, ты себя проверил, ты что-то меняешься, надо проверить Мавзор, я согласен, надо проверить, чтобы мы знали, что молиться, но в первую очередь надо посмотреть не только Мавзор, пыль с него снять, и надо проверить свою душу, мы идем, мы будем стоять перед Всевышним, дай Бог вторая часть моего урока будет более посвящена Рожашана, но предрежа Рожашана после того, как мы все эти страшные вещи послушаем, и человек, после всего это, какой урок, в Калифиленский билон говорят все комментарии, о том, евреи должны раскаяться, они должны вернуться, они сейчас очень-очень много, если посмотрите, в мире, тысячи-тысячи людей возвращаются к нашим корням, возвращаются люди, которые были оторваны не по своей вине, люди, которые были оторваны по своей вине, к сожалению, очень много, тысячи-десяти тысячи действительно возвращаются, дай Бог, чтобы не спите, чтобы это последний галут, последнее знание действительно было завершено, чтобы мы действительно сумели вернуться, вернуться в Иерусалим, и чтобы действительно, чтобы наши уроки были уже в Израиле, в отстроенном храме, в двух словах, я просто хочу, чего коснулся мой урок, для закрепления, первое, я сказал, что Митсва Бекурим, это даже если мы немножко делаем, я вам рассказал историю про маленькую девочку, которая за свои копейки хотела что-то купить, даже мелочи, они играют огромную роль, следующий момент, тоже был момент, когда мы благодарим Бога, поблагодарим Бога, не только когда нам деньги бросают, но и когда камешки падают, мы обсудили, что иногда внешняя среда на нас влияет, хотим мы это или не хотим, мы египтяне испортили еврейский народ, благословения, иногда благословения придут, но они не сбудутся, это может быть не все, не каждое благословение, это хорошо, иногда это может быть плохо, и в конце мы закончили, что самое страшное, конечно, вернуться в Египет, но мы надеемся, что мы оттуда выйдем, точно так же, как евреи вышли из Египта, мы выйдем с нашего последнего изгнания, и до встречи в этом году, в Иерусалиме. Это конец моего первого урока, я надеюсь, с Божьей помощью будет еще выложен второй урок, который будет более посвящен Рожа Шуда. Спасибо за внимание.